да друзья здравствуйте всем привет меня зовут владимир давыдов сегодня мы с вами поговорим на нашем интерактивном мастер-классе про казалось бы такую старую понятную всем очевидную тему как сайт но рассмотрим немного под другим углом с точки зрения бизнес инструмента вот под этим углом рассматривают сайт даже ведущие студии в россии крайне редко вот в основном сайт рассматривается как элемент какого-то дизайна контента верстки так далее я работаю в маркетинговой группе комплета и у нас основной фокус нашей работы заключается в том что мы как раз таки рассматриваем все инструменты интернет-маркетинга в том числе и сайт с точки зрения бизнеса и поскольку специфика нашей работы это такие клиенты как b2b дилерские сети хай-тек сложные товары услуги то тут неизбежно приходится максимум усилий вкладывать именно в маркетинг именно в проработку бизнес аспектов в правильную верстку и подачу контента да потому что иначе вот эту всю сложную историю сложный бизнес сложные товары сложные услуги ну просто это не сработает на рынке мы давно уже почти десять лет и прошли наверное все что только можно то есть мы пробовали делать сайты по дизайну сайты по технологиям и пробовали давать разные все виды рекламы создавали контент всех возможных видов занимались продажами через интернет автом много автоматизации бизнеса занимались посредством интернет-технологий но в итоге все это решили объединить вместе для тех компаний которые готовы это объединять и соединить вот эту вот автоматизацию бизнеса с там телефония crm склад логистика всем этим за обязательно занимаемся связка ее с интернетом а в интернете основное то что это какая-то сайт какой-то сайт точка контакта и различные там рекламно-контентные скажем так активности вот все это естественно выстраивается в отдельную стратегию но об этом мастер-класс андрея гаврикова вот он его отдельно рассказывает рекомендую посмотреть послушать максимально полезно это будет если вы работаете в сегменте например битуби да то есть оказываете как услуги там другим бизнесом скажем тогда другим предпринимателям другим компаниям если у вас есть какая-то сложная дилерская сеть и вы продаете по всей россии каких-то регионах распределенных и если вы занимаетесь какими-то такими сложными товарами услугами все то что ну нельзя купить вот так вот кредиткой в интернете элементарно за три секунды приобрести вся история которая связана с сайтом она должна обязательно укладываться в определенную иерархию да то есть вот это хорошо рассказано вот у андрея гаврикова по стратегии у нас все-таки про сайт но нужно понимать что до того как дойти до сайта нужно пройти вот эти все первые и второй и четвертый в общем вот эти все этапы пройти и и после сайта еще этапа пройти и только тогда то что вы видите на экране да только тогда сайт он займет свое место рабочее место не просто как визитка в интернете да очень часто сайты даже сделаны я повторюсь топ-20 студиями россия и очень круто выглядящие и имеющие классную верстку контента много контента и все вроде как отлично да но они все равно остаются визитками потому что на самом деле они раскрывают там дай бог процентов 20 спроса охватывают процентов 10-20 каких-то более возражений потребители на них есть хотя визуально если вот его так вот посмотреть все в порядке это вот к вопросу о том почему сайт нельзя например оценить на коленке то есть нельзя просто открыть сайт вот мне скажите сайт например я его открою и скажу что здесь плохо что хорошо тогда я могу сказать что что-то где-то поехало где-то там чего-то торговое предложение не очень понятно но и все да а вот если раскопать ваш бизнес действительно его раскопать и спрос раскопать в интернете как люди запрашивают раскопать понять там ваш конкуренты что делают вот только после этого можно будет сказать что друзья смотрите вроде бы все красиво на первый взгляд на самом деле вот здесь 150 ошибок которые не дают именно зарабатывать вам то есть не дают финансовой отдачи здесь я привожу пару примеров из реальной практики чтобы было понимание того почему сайт насколько он вообще важен первый пример эта компания которая занимается продажей сложного медицинского оборудования да это дорогое оборудование есть естественно сайт виде посадочной страницы это посадочную страницу стоило там около миллиона рублей делала ее одна из ведущих в студии россии все в порядке все хорошо трафик туда загоняли различными способами всеми что знали работало агентство и не одно нет продаж это прошло реально полгода хотя срок принятия решения около трех-четырех месяцев то есть это не не быстрая история поэтому полгода продаж нет пришли мы начали анализировать то есть прослушали все разговоры в колл-центре смотрели всю аналитику на сайте кстати настроена она была так что просто поставлен счетчик да то есть никаких целей событий промоток между экранами ничего этого не было но в общем это отдельный разговор и поняли что да что люди восхищаются этой страницы она такая вся красивая там можно все покрутить посмотреть но она не отражает реально тех вопросов которые они задаются еще еще это оборудование когда находятся в поиске этого оборудования и поэтому они просто звонят они просто поднимают трубку и начинают грузить очень долго менеджеров с той стороны когда они узнают характеристики различные нюансы стоимость условия приобретения в общем им это все не подходит да вот этот вопрос когда страница с точки зрения дизайна верстки графики анимации идеально с точки зрения бизнеса никакая это очень часто происходит также на этой странице разработчики студии они не поинтересовались и забыли в принципе такой момент как сегменты целевой аудитории да то есть а их на самом деле здесь было три это были физические лица обычные люди которые пользуются этим косметологическим оборудованием медицинским да в своих целях когда они приходят врачу это врачи которые выбирают ну и соответственно людям нужны кейсы кейсы применения этого оборудования конкретные совершенно отвечающие тому ядру запросов которые они спрашивают интернете второе это врачи это технические характеристики оборудования очень сложные суровые таблички pdf кип там различные примеры именно уже использования и так далее и инвесторы это на самом деле те ребята которые дают денег на это оборудование вот ничего этого проработано не было то есть была продуктовая страница посмотрите какое у нас оборудование чуть-чуть про характеристики чуть-чуть про кейсы чуть-чуть про отзывы в итоге по чуть-чуть и никому да и она в итоге не работал следующий тоже распространенный пример продажа цветов ну да есть компания продает цветы вроде все понятно приходит опять же к интернет агентства в студии вот ребята сделайте нам сайт вот так вот хорошо вроде бы тема понятная делают красивый современный это тоже очень крутая студия была ну просто к нам обычно достаточно крупные клиенты приходят которые работают с топовыми компаниями все это не фрилансер там на коленке дело да то что если бы то он делал бы совсем все плохо вот но тем не менее крутая студия отличный каталог вообще все супер все прекрасно великолепно мало очень мало продаж практически их нет начали разбираться оказалось что вообще-то у компании она как-то розницы это не особо занимается ну то есть да она продает цветы но по факту ее основной сегмент это корпорейт корпоративный и event мероприятие да и там совершенно другая другое торговое предложение там совершенно другая история с ценовой политикой совершенно другая история с сервисом а для розницы вообще под российского это международная компания по российскую аудиторию для розницы предложения нужно вообще перерабатывать и на сайте показывать по-другому то есть это та история когда в общем студия делает то что ее просят клиент тоже не особо проверяет понимает и на выходе получается вот такая вот печаль для того чтобы не делать таких ошибок нужно рассматривать сайт именно с точки зрения маркетингового процесса и как показывает практика хорошо продуманный по маркетингу по аудитории по клиенту по продукту сайт выполненный в плохом откровенно в плохом дизайне я не говорю там даже в среднем там на четверочку работает лучше лучше выполненного в идеальном супер топ-5 студии россии сайта да это примеров таких тьма до когда вот я если делать я рекомендую вариант вот такой то есть бог с ним с дизайном бог с ним с визуализациями какими-то бог с ним сверстками какими-то супер современными да здорово когда это совмещается естественно максимальный эффект можно получить когда это это работает на наилучшем уровне да это понятно но если приходится выбирать там по экономическим соображением идеологическим по-разному лучше сделать вот это здорово понять понимание про сайт очень здорово вырабатывает следующая такая вот метафора сравнения которую я обычно привожу вот давайте представим что есть лес в нем разные деревья растут смешанный лес совершенно разные разные породы деревьев и у этих деревьев есть совершенно разные листья они разной формы в общем это понятно так вот если рассматривать что деревья это бизнес это компания группа группа компаний какие-то а сайты у них это какие-то операционные истории ну вот один один листик допустим это это сайт да какая-то ветка или лист и очень здорово понимать вот что пока сайт растет и развивается как лист на дереве то компания его активно подпитывает информация это всяческие исследования но вот о чем опять же стратегии андрей гавриков рассказывает то есть стоит это послушать все исследования ядра спроса интервью там глубинные качественные количественные исследования полная раскладка маркетинга по куче таблиц различных там по сегментации аудитории да это вот по сути там потом инвестиция в развитие в создании сайта и вот лист растет но когда лист на дереве вырастает наш сайт уже происходит другая ситуация он начинает поглощать углекислый газ из окружающей среды в нашем случае это работать с рынком там негатив поглощать обрабатывать запросы какие-то различного уровня и собственно говоря происходит две интересные вещи лист обратно в дерево отдает глюкозу он кормит дерево то же самый сайт он должен обратно бизнесу отдавать обратную связь это может быть аналитическая обратная связь то есть как люди покупают что они на сайте ищут что им там нравится ну так и денежная обратная связь это очевидно ну и в окружающую среду отдается кислород листом ну в случае с сайтом это какая-то позитивная полезная обратная связь к рынку да это хорошие отзывы это качественный продукт это хороший сервис после покупки это всяческая история которая вот именно имиджевая то есть управление имиджем в интернете репутации это вот все 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 про это вот понимание того что сайт работает именно так как он взаимодействует с окружающей средой как он подпитывается в начале и что он дает после этого вот это ключевой вообще аспект понимания того как нужно правильно разработать сайт очень многие студии большинство абсолютное и клиенты они считают что сайт это продукт да то есть можно взять сделать там написать это сделать прототипы побрифоваться естественно до этого дизайн утвердить красивый современный модный молодежные все в порядке сверстать спрограммировать издать да якобы можно сайт как продукт да вот сделали там машину дом лавочку скамейку стул стол и сдали его и его купили и поставили и он стоит работает основная ошибка и заблуждение сайт это не продукт сайт это процесс вот от момента его зарождения этого процесса ну как 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 с листом получается да от момента его зарождения от почки рост работа смена сайта на новый периодически должна происходить доработка соответствии с бизнесом и так далее и тому подобное это очень важный сайт это постоянный процесс от создания до поддержки я бы хотел рассмотреть сейчас на практике скажем так три процесса разработки сайта как его видит клиент ну обычная компания рядовая скажем так любого размера абсолютно как его выглядит как процесс выглядит со стороны точки зрения веб-студии и как процесс выглядит со стороны комплета то что я сегодня хочу донести для клиента ну для клиента очевидно что процесс выглядит упрощенно это нормально если вдруг для клиента этот процесс выглядит вот не совсем так упрощенно как показал я это может быть и хорошо но чаще всего это плохо то что клиент вдруг думает что он что-то понимает в этом, что он разбирается в разработке сайта. И, ну, хорошо, если он дает как бы советы, рекомендации и участвует в процессе адекватно, вот, но как практика показывает, чаще всего это неадекватная реакция на разработку, вот, и в итоге клиент сам разрабатывает себе сайт, а не агентство, которое было нанято специально для этого. Соответственно, для клиента очень здорово процесс описывается так, что якобы к нему должны прийти, побрифоваться, запросить у него различные данные по ферменному стилю, по каким-то текстам, по пожеланиям по его, по цветам. Где-то примерно это все занимает, там, 2-3 часа, обязательно встретиться хорошо бы с какой-то студией или агентством, которое всем этим занимается, и составить каркас для сайта. Вот это якобы все, что нужно на начальном этапе, да, но сейчас мы увидим, что это не так. После этого в голове у клиента должно быть какое-то техническое задание, здесь между этими этапами куча всего пропущено. После этого у клиента в голове, что дизайн, уже великолепный дизайн готов, который мы должны обязательно утвердить с биг-боссом, с директором всего, вот который скажет, тут немножко красного, тут подвиньте на 3 пикселя. После этого на хостинге сайт запускается, ну и после этого клиент уверен уже практически с самого начала, или если не уверен, то так и будет. Куча правок. Давайте здесь, давайте тут. И вот этот последний пункт здорово видно, например, на сайтах, сделанных Артемием Лебедевым. Я вообще считаю, что это чуть ли не единственная студия, умеющая делать сайты в России. Ну, по факту, так и есть. Которая действительно их прорабатывает, продумывает. Но вот если взять какие-то топовые сайты, любые у него, где написано, что сайт поддерживается силами клиента, ну и там посмотреть, что, по-моему, было там год-два, да, ну можно видеть, что это полный ад. Да, то есть из классного продуманного сайта это превращается в совершенно что-то невменяемое с летающими баннерами, с поехавшей версткой. Это всегда так. То есть сайт, поддерживаемый клиентом, всегда превращается в какую-то помойку. Это нормально, потому что, ну, если клиент, наверное, разбирается на уровне веб-студии в разработке сайта, то, наверное, он и является веб-студии. Если нет, то лучше отдать это все профессионал. Для веб-студии, для агентства интернет-маркетинга, неважно, как вы это называете, для подрядчика, процесс разработки, естественно, выглядит по-другому. Это нормально. Я привожу сейчас здесь идеальный процесс, по нему, на самом деле, можно найти себе хорошую веб-студию. Это не будет комплексное агентство, это не будет там супермаркетинговое агентство, это не будет гарантии ничего, но это будет гарантией того, что по сайту, вот именно по инструменту, это будет хорошая работа. Если же студия вот этим критериям или подрядчик ваш не соответствует, пропускает какие-то пункты, вот это уже плохо сразу. Вот, поэтому давайте посмотрим, как для подрядчика это выглядит. Для подрядчика это выглядит так, что сначала встреча, первее всего встреча, ну, многие студии, к сожалению, верят, что за 2-3 часа можно действительно разобраться в бизнесе клиента, действительно понять все, что у него происходит. Это, конечно, полная ахинея, то есть нужно недели 2-3 ездить по магазинам, смотреть производство, общаться с кучей менеджеров, в общем, тестировать товар, это реально там месяц только на знакомство, а то и полтора. Ну, допустим, они в это верят, окей. После этого пишется техническое задание студии или какая-то итерационная, если модель, то делаются спринты, какие-то куски, по которым будет строиться работа по сайту. Потом обязательно делаются прототипы, задания на дизайн, так называемое художественное задание. Это, по сути, текстовое описание прототипов с детальным уже прописанием, описанием того, что будет в каких блоках, какую информацию там использовать, что у нас есть, чего у нас нету, какие визуальные стили, где применять. То есть это, по сути, такое техническое задание для дизайнера. Ну, как для программистов пишут техническое задание, а это для дизайнера. После этого задания, которое согласовывается с клиентом, только тогда можно начинать уже делать дизайн, презентовать его. У клиента неимоверное счастье, что это на самом деле не те серенькие прототипы, которые презентовывались ему. После этого обязательно идет задание на верстку, согласовывается верстка, программирование по техническому заданию, тестирование, огромный блок работ наполнения сайта материалами от клиента, запуск на хостинги и тестирование, вечеринка в агентстве, что сдали сайт веб-студии. Ну и после этого лучше уезжать из страны, потому что от клиента идут те самые бесконечные комментарии. Поправьте нам здесь чуть-чуть, сдвиньте нам здесь на три пикселя и так далее. Это процесс правильный, это процесс студийный, но он далеко не идеальный. Здесь есть куча провальных моментов. Чтобы эти моменты поправить все, я предлагаю вам следующую, ну как мы работаем, во всяком случае, следующую историю использовать и требовать от подрядчиков. Сайт строится на спросе. Не так, как показалось маркетологу, не так, как показалось вам после сауны, а так, как спрашивают люди в интернете. То есть конкретно, что они запрашивают, в какой последовательности, в каких сочетаниях. И это все должно быть отражено на сайте правильным контентом, визуальным, текстовым, видео, аудио. Это понятно. Это все маркетинговый каркас. Очень важно понимать, с какими рекламными оффлайн-каналами сайт будет взаимодействовать. Телек, радио, наружка, BTL и так далее. KPI сайты заранее. Заранее должно быть известно, какие действия полезные должны быть совершены на сайте. Что эти полезные действия потом куда не попадут. Поддел продаж, какой-то на склад, в центр обработки чего-нибудь. Сколько их должно быть, сколько эти действия примерно должны стоить, приблизительно, если это можно посчитать. Это все заранее делается. И обязательно заранее планируется контент. То есть сколько реально спроса в тематике, сколько нужно тысяч, миллионов символов текста писать, сколько нужно фотографий, сколько нужно видео и зачем, сколько нужно инфографик и так далее. Заранее. После этого мы начинаем реализовывать на сайте контентную стратегию. Потому что надо понимать, что сайт никогда не сдается 100% наполненным. Ну если это не совсем одностраничник какой-то. То есть всегда есть план по его наполнению. План на полгода, план на три месяца, план на год. То есть сайт сдается в какой-то версии рабочей. И после этого есть контент-план, который нужно дальше реализовывать. Сайт не считается сданным и закрытым, пока он не пройдет период обкатки на рекламных кампаниях. И после этого, это уже почти готовый сайт, после этого должен с клиентом быть сразу же выстроен процесс поддержки сайта. Обязательно. То есть все правки, доработки, баги, пожелалки должны проходить обязательно достаточно сложный бизнес-процесс. То есть каждая такая доработка должна быть складирована, оценена с точки зрения бизнес-пригодности, с точки зрения рыночной ценности, с точки зрения достижения KPI. Нельзя просто брать и вносить клиента правки бесконечно. После этого мы переходим в финальную. Две фазы. Это модернизация сайта по результатам аналитики с этого же сайта. И модернизация сайта по результатам бизнес-изменений, которые происходят на самом деле в России часто. Вот это и все. На этом считаем, что процесс создания сайта выстроен. Это процесс. И дальше мы постоянно повторяем этот круг в разных сочетаниях в зависимости от того, что происходит дальше. Продолжение следует...